Всем привет! С вами компания Электрон Офф и сегодня в этом видео мы покажем как выбрать по сути из однотипных паяльных станций лучшую. Начнем с корпусов. Как вы видите они все идут турбинные. Хэндскит, Ихуа, Баку, Аида и Люкей. По сути из корпуса в чем собственно отличие. У Аиды в основном отличаются от других. Тут идет металлический корпус, то есть более прочное. По параметрам вы видите что у всех один дисплей, то есть там идет только показания фена. Показания паяльника вы сможете увидеть только на параметре регулировки. Итак, собственно как мы будем их проверять. Посмотрим, замеряем этим мультиметром все приборы показания температуры, что и как работает лучше. Начнем с ликея. Такой эталон на рынке, всем уже известный. Проверим его показания. Итак, вот как видите у нас паяльник уже на 300 градусов включенный. Возьмем припой. Сделаем капельку припоя на него. Берем термопару и посмотрим, какую температуру он нам покажет. Сюда припой положим, чтобы было лучше. 370 градусов. Ну по сути, 360 градусов. Довольно таки неплохо. Ну смотрите, видите. Да, по сути, что мы на ликея поставили 300, а оно уже 350. Можно сделать какой-то вывод. Так, 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 так. Теперь проверим фен. Проверим фен. Фен у нас будет на отметке 300 уже есть. Отметка 300. Сейчас проверим также с помощью термопары. Идет нагрев, как мы видим. Уже почти достигла своего предела. И вот 300 градусов. Довольно таки стабильно. И смотрим, что температура не падает. Уже сколько времени прошло, температура держится на 300. Замечательно. Как по мне, неплохой вариант для проверенной станции Бюкей. Так, я его выключаю и паяльник остывает. Положим его пока сюда. Так, окей. Перейдем дальше к Аиде. Довольно таки неплохой вариант, но чем он отличается от других. Видите, здесь регулировка паяльника идет за счет кнопок. Давайте ее включим. Идет за счет кнопок. Во всех остальных есть рычажок. Ну, то есть, кому как удобнее, в принципе, но так же играет свою роль. Паяльник выставляем мы на 300. Здесь, как вы видите, нет отключения паяльника и фена отдельно. Но я потом расскажу, в чем еще преимущество ее. Проверим фен для начала. Фен у нас на 100 градусах. Поднимем. Поднимем. Да, 300. Смотрим. Что же покажет нам Аида? Нагрев довольно быстрый, я вот смотрю. От 100 градусов. Так, что-то, что-то, что-то... А что же такое? Что на дисплее? 300 градусов на дисплее. Да, с быстрым нагревом я погорячился. Но видим, что погрешность все-таки небольшая есть, возможно, из-за моей руки. Ну, 300 градусов выдает, но не очень-то и стабильно. 360, 370. Довольно-таки тоже неплохой параметр. Только почему она так отличается от 300? Возможно, близко поднес. Ну, по сути, температуру свою дает. Дает. Держит, но не на уровне. На лике было все намного стабильнее. Хорошо, проверим паяльник. Паяльник, но, скорее всего, уже нагрелся. Припой есть. Так, где он там? 360 градусов. Очень неплохо, очень неплохо. 320, 350. Хорошо, идем дальше. Что я хотел сказать по поводу нее. Как вы видите, здесь нет отключения отдельно паяльника и фена. Зато, смотрите, в чем есть ее преимущество. Фен здесь можно отключить. То есть, можно его выкрутить. Очень хорошо при транспортировке. То есть, он не как в остальных паяльных станциях, впаян. Прямо в них. По сути, вот такое вот преимущество. Дальше. Идет у нас фирма Баку. Довольно-таки неплохая. Давно также на рынке. Может посоревноваться с ликеем. Сейчас посмотрим на ее работоспособность. Начнем с паяльника. Паяльник у нас уже нагрет. Нагрет. Проверим его. Все температуры на всех паяльных станциях у нас выставлены на 300 градусов. Для более точной информации. Смотрим. 300 градусов. Очень даже неплохо. Очень неплохо. Супер. Выдает именно стабильную температуру. Хорошо. Замечательно. Как по мне, очень неплохой вариант. Так. Включим фен. Паяльник мы выключим. Посмотрим на фен. Так. Фен 300 градусов стоит. Регулировка воздуха на максимуме. И что же нам покажет Баку? И вот доходит до 300 градусов. И как видим, инерция у нее небольшая. Остановилась на 300. И довольно-таки так же неплохо держит температуру свою. Так же, как и паяльник. Довольно точное показание. Ну, просто извините, что оно так бегает. Возможно, из-за моей руки, что не очень правильно меряю. Хорошо. Идем дальше. Очень понятно. Баку дало стабильность. Хороший вариант, как по мне. Так. Дальше. У нас хорошая фирма. Ихуа. Можно сказать, такой новичок на рынке. Но с очень качественной сборкой. Так. Паяльник здесь включен. Ждет, пока мы его протестируем. Ну, сейчас. И вот у нас. По сути. Сейчас припой я потерял. Так. Давайте сейчас. Точно где-то тут. 600. Вот, 300. Сейчас проверим еще раз. Для дополнительной коррекции. 270. Довольно-таки неплохо. 280. Ну, вот, 300. Хорошо. Идем дальше. Так. А теперь посмотрим. Посмотрим на фен. Фен у нас 300 градусов стоит. Напаянная станция. Довольно-таки большой поток воздуха быстрый. Что хочу заметить. 300 градусов вот свои дала. И держит. Держит. Неплохо. Очень неплохо. Идем дальше. Переходим к последнему варианту. Это у нас хенд скид. И вот, смотрите, 300 градусов почти ровно. Замечательно. Да, супер, супер. Довольно-таки неплохо держит температуру. По сравнению, за свою цену, очень даже неплохой вариант. Итак, последний у нас идет фен от нее. Так, так, так. Набираем температуру, видите, на дисплее. И сейчас посмотрим. Вот. Дошло до 300 градусов. Замечательно. Замечательно. Хорошее показание. Видите? Даже почти не прыгает. Вот так вот. Очень неожиданно показали они себя паэльные станции. Единственное, что Люкей уже такой старичок, возможно, уже не свое отслужил. Здесь, в принципе, и по компактности, и по статусу, стабилизации температуры, очень хорошо. Итак, подведем итоги. Люкей при заявленной температуре в 300 градусов выдавал нам 360, как-то не очень. Тем более, что она не калибруется. То есть, выдавал намного больше температуру по этим паэльным станциям. Аида, по сути, так себе с температурой, но отличается своим корпусом, своим дизайном и юзабилити. То есть, отличие существенное от других паэльных станций. Ну, и эти три паэльные станции были, конечно, погрешности с температурой, но это все легко убирается за счет калибровки. Что вот самое интересное в них. То есть, калибровка, по сути, сделает их хорошим вариантом для вашего выбора. Тем более, что Аида, в принципе, очень неплохое по катесту. Ой, Аида, извиняюсь, Ихуа. Очень неплохое по катесту и паяльникам. Итак, ну, дело ваше. Выбирайте сами. Я вам показал. Удачного дня.